Бегония 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 Выращиваем Наибольшей популярностью пользуются Бегония Цветущая Потому что у них очень красивое цветение Они, как правило, клубневые И вы знаете, что весной, когда идет продажа активной рассады Рассады овощей, цветов Бегония просто поражает своим изобилием, красотой, окраской Многие покупают клубневую бегонию Высаживают ее на участке Она у них там практически все лето цветет Осенью привозят домой Она в период покоя проходит небольшой И в комнатных условиях прекрасно себя чувствует Конечно, бегония, которая цветет Вот именно цветущая Она очень и очень красивая Но сегодня мы будем говорить о бегонии декоративно-лиственной Потому что она, хотя и уступает по красоте цветков Бегонии, которая крупноцветковая Все равно она берет свое за счет очень красивой листвы Декоративно-лиственные бегонии очень и очень красивы Они прекрасно в одиночность смотрятся, когда один горшок у вас стоит на подоконнике А можно из разных видов бегоний создать прекрасную композицию И вот эта листва, которая практически круглый год находится в таком замечательном состоянии Но я имею в виду, если вы будете за ней хорошо ухаживать Поэтому прекрасно украсит любую квартиру И сегодня, даже у нас в редакции, есть, растет три бегонии декоративно-лиственных И вот сегодня я хочу о них немножечко рассказать Вот они представлены в нашей студии В чем особенность этого вида? Самая, наверное, моя любимая бегония Это бегония тайгер Или бегония, еще называется она бауэра Или тигровая Посмотрите, какой прекрасный кустик Высотой где-то 10-15 сантиметров У нее высота А посмотрите, какие прекрасные бархатистые листочки У них длинные побеги Они немножко такие с ворсинками С большими красными точками Листочки находят один на другой Вытянутой такой формы, сердцевидной, неправильной И почему тигровая? Потому что действительно окраска этого цветка тигровая А с обратной стороны лист вот такого красного, насыщенного цвета Прекрасно растет У нее есть утолщенные такие побеги От них отходят постоянно новые и новые листочки Старые листочки мы удаляем Новый кустик постоянно растет вот такой шапкой И летом, и зимой Круглогодичная периода Покою у него практически нет И вот за свою миниатюрность За такую красивую тигровую окраску Она очень ценится у любителей комнатных цветов Но действительно, не иметь такой цветок Просто грех Поэтому многие размножают этот цветок Держат его И вот такая бегония миниатюрная Замечательно впишется в любой интерьер В любую квартиру Еще у нас есть бегония Называется бегония Бовера Вот она здесь представлена у нас Вот в таком побольше горшке Потому что она уже не карликовая Она растет достаточно высоко Где-то до 30 сантиметров И лист у нее покрупнее Фактура тоже листочка бархатистая А листья у нее называются пальчиковые Потому что окраска как будто у нее зеленые пальчики Между жилками И вот такая она бархатистая на ощупь Прекрасная С нижней стороны листья тоже очень красиво Длинные-длинные побеги Мясистый стебель Легко очень размножается Хочу сказать, что бегония, которые я назвала И бегония вот эта тигровая И бегония Бовера Они очень неприхотливые И еще один представитель лиственной бегонии У нас есть Бегония Белоокрашенная Называется она так потому, что у нее на листочках Мелкие-мелкие белые пятнышки Она относится к виду кустовых Но она у нас небольшим кустиком растет Сейчас она, конечно, немножечко отдыхает Потому что короткий световой день Мало солнышка Она живая Она медленно растет Но вот наступит весна Придет март месяц И наша бегония дружно тронется в рост Начнет давать побеги И наоборот ее нужно будет обрезать Потому что дает очень длинные побеги И если вы хотите, чтобы кустик был такой аккуратный Не такой распадался у вас То тогда, конечно, нужно регулярно ее прищипывать Что мы и делаем А так, в принципе, листочки у нее красивые И на обратной стороне Посмотрите, какая красная краска листа Очень красивые виды Так что у нас вот три вида Декоративно-лиственной бегонии В редакции растет И мы очень ими довольны Ухаживаем за ними И она нам очень нравится Что любит бегония И какие требования предъявляет к уходу Она из тропических районов Значит, любит свет Но свет бегония любит рассеянный Самое лучшее для нее место Это западные и восточные окна Если она будет стоять у вас на южном окне То яркое солнце летом Оно может приводить к тому, что будут ожоги на листьях Листья, при всей видимости, что они такие плотные И, казалось бы, не могут обжигаться Очень легко появляются солнечные ожоги на листьях Поэтому, когда жарко летом Даже бегонию можно убирать с подоконника Ставить ее подальше от окна Если у вас южная половина квартиры То тогда нужно ее убирать от солнышка Чтобы не было ожогов Конечно, любит поливы Как и любое растение Летом поливаем ее почаще В зависимости от температуры воздуха Зимой поливаем реже, естественно И обязательно бегонии нужно давать период Чтобы верхний слой почвы Где-то 1-2 см просох Но засушивать ни в коем случае нельзя Вот если вы не поливаете бегонию Неделю, 10 дней То ком земли Он становится очень сухим И когда вы пришли с лейкой И поливаете растение, то вода проходит по вот этим бортикам горшка Ком не смачивая Она просто проливается в поддон Как был ком сухой, так он и остался И потом она очень тяжело отходит от пересушки Поэтому не заливаем Если мы говорим, что не нужно ее засушивать Это не значит, что мы должны создавать ей болото Она должна умеренно проливаться Умеренно кормиться Но кормим мы ее в основном в весенний-летний период Когда начинается очень активный период роста Сейчас она растет Она дает побеги Но не так активно, естественно Потому что все равно бегония немножко отдыхает зимой И я сказала, кормим мы ее и органическими, и минеральными удобрениями Летом чаще, где-то раз в две недели А зимой практически подкормок мы с вами не делаем Наталья Викторовна, Вы уже сказали о том, что бегонию легко размножить Как же это сделать? Очень легко размножить Особенно, что касается видов вот этих листовых бегоний Чаще всего можно размножить или делением куста Можно, если у Вас куст очень большой Вы можете его вытащить из земли Разрезать его ножом и на несколько частей Ну так, чтобы корневище присутствовало И корни в каждой из частей И посадить Чаще всего мы размножаем ее вот такими листочками Выбираете листик хороший, здоровый И вот в бегоне Бовера И вот в этой нашей бегоне можно взять листок здоровый Срезать острым ножом прямо у основания черешка Черенка И поставить его просто в воду Что мы и сделали Вот так мы размножаем бегонию тигровую Вот срезала несколько листочек Листочка поставила в обычную водопроводную воду Но воду нужно менять хотя бы раз в 2-3 дня И где-то неделя, 2 недели И наши вот эти листочки прекрасно укореняются Что я Вам сейчас и покажу Продемонстрирую Посмотрите, какие прекрасные корни у нашей бегонии Ее можно уже пересаживать Вот корневая система Вот такая Сейчас я возьму еще один листик, покажу Вот прекрасные корни И вот эти укоренившиеся листочки Можно затем сажать в горшок Обязательно почва должна быть рыхлая Удобренная То есть берете и торф Добавляете песок Добавляете лиственную почву Можно купить в магазине Почва для бегонии И когда будете сажать вот такой укоренившийся листик То не берите большой горшок Нужно взять горшочек небольшой И чтобы Ваша бегония хорошенько там укоренилась 3-4 месяца она растет у Вас в небольшом горшочке А потом Вы можете пересадить в побольше горшок Если Вы сделаете ошибку И посадите вот это укоренившееся растение В большой горшок сразу То бегония просто может погибнуть Корневая система не может охватить всю почву Почва засаливается И начинаются гнили И растение погибает Чтобы этого не было, значит сажаем небольшой горшок Можно не ставить вот такой листочек в воду Можно сразу посадить Если Вы не хотите укоренять в воде Можете сразу срезать листочек И его посадить в горшок с почвой Но почва должна быть тоже С добавкой песка, торфа Почвы нормальной, листовой И вот такой листочек Сажаем почву практически Весь вот этот черешок Он должен быть в почве То есть листочек как бы должен лежать над поверхностью почвы Горшочек можно накрыть сверху целлофановым пакетом Пленкой создать такую мини-тепличку Земля в горшке должна быть влажной Регулярно опрыскиваете почву Чтобы температура там была около 20 градусов И получится, что Ваш вот этот посаженный лист Он тоже дает корни И скоро Вы увидите От него пойдет новый листочек молоденький Старый лист потом отмирает, а новая розетка листьев Начинает расти И пересаживать бегонию тоже очень просто Ее нужно пересаживать практически каждый год Потому что и корни разрастаются И питательные вещества забираются растением Из грунта Пересаживаем каждый год Но пересаживать нужно очень аккуратно Стараться, чтобы земля с корней не опадала Корни нежные, хрупкие Поэтому старайтесь с комом земли в новый горшок посадить Обязательный дренаж Поменяйте почву И поставьте после пересадки растение в такое затененное местечко Диана 3 на 4 Чтобы корневая система хорошенько там прижилась Так что, как видите, ни пересадка не доставляет никаких особых сложностей Ни размножение Размножать очень легко, быстро Конечно, лучше всего размножать весной Тогда и рост корней идет активный Но, в принципе, бегонию можно размножать круглый год Все равно она укореняется Наталья Викторовна Бегония растение красивое, неприхотливое Быстро растет А подвержено ли оно болезням и вредителям? Ну, наверное, как любой цветок, так и бегония Или у нее хороший иммунитет? Иммунитет хороший, конечно Я не скажу, что сильно поражается вредителям, болезнями В основном из-за нарушения ухода Если вы будете свою бегонию заливать Часто поливать Из благих намерений, чтобы ком не пересыхал То может быть обратный эффект Стоит на подоконнике бегония Горшок прохладный Земля в нем тоже холодная И много воды Начинается с загнивания Загнивание корней Корневые гнили или плесень появляются Тогда это наша вина будет считаться с вами А в основном болезни у нее бывают мучистые роса Вот если вы переливаете растения, очень часто мучистая роса поражает бегонию Так что из болезней гнили и мучистая роса А из вредителей, если воздух в квартире сухой То чаще всего может появляться паутинный клещ За растениями нужно следить Вы видите небольшую паутинку на листьях Значит, это паутинный клещ Можно избавляться от него при помощи мыльного раствора Но следить, чтобы мыльный раствор не попадал у вас на почву Можно чесночным раствором убирать вот этих возбудителей Можно обрабатывать фитовермом Тот препарат, который мы всегда рекомендуем Биологически активный препарат от вредителей А так, основная задача по уходу Это поддерживать нормальный влажностный режим Свет, регулярные поливы нормальные И ваши растения практически не будут поражаться ни вредителями, ни болезнями Но если еще воздух сухой, может появляться каемка такая сухая по краю листа Это говорит о том, что в комнате очень сухой воздух Тогда можно ставить на поддон с галькой Или поставить где-то емкость с водой Или поставить горшки на поддон, насыпать гальки и ее увлажнять Тогда у вас воздух будет более не сухой, а более влажный И растение будет себя чувствовать очень комфортно Спасибо, Наталья Викторовна Вы смотрели программу «Грядки в порядке» Всего вам доброго и до свидания Всего хорошего, до свидания Субтитры подогнал «Симон»